Субтитры делал DimaTorzok Прежде чем прийти к сегодняшнему разбору сказок про котов, демонов, про смерть, про мои размышления, как это связано с курочкой Рябой, перед этим я хотел бы сказать пару слов, потому что, как вы знаете, что YouTube немножко решил убрать монетизацию. Соответственно, монетизация это небольшая проблема, и так как, да, самая большая проблема в том, что ролики с монетизацией YouTube двигал чуть-чуть лучше. Мне это нравилось, поэтому, если у вас есть возможность поддержать мой канал, просто буквально сарафанное радио, прям рассказывать своим друзьям, близким, знакомым о том, что есть вот такой вот замечательный канал, он там про философское мнение, про сказки, про мифы, про теологию, про философию, про японский язык, про все, про все обещает. Я вам буду чрезвычайно благодарен. Делитесь вот этим видео, где вообще только можно. Мне это, правда, в эти не самые простые времена очень-очень поддержат и очень-очень поможет. Точно так же вы можете помочь мне донатом, например, вот ссылка на донаты, ну и третий способ, он, знаете, самый такой сложный, но это он поможет и вам, и мне, соответственно. У меня есть всякие разные курсы, где, соответственно, и философия досократиков, и философия Платона, и философия бизнеса по Монтейню, ну и так далее. То есть чего там только нет. Есть разные групповые занятия по японскому языку. В общем, переходите по ссылкам в описании, если чего-то нет, обязательно напишите в личку, мы либо что-нибудь придумаем, либо замутим с вами индивидуальные занятия. Здесь тоже все спокойно решается. Ну и мы с вами переходим, конечно же, к шотландским сказкам Западного берега. На самом деле, я не хотел бы сказать, что тут-то не будет вот прям такого обилия, скажем так, сказок. Часть сказок, они связаны с местью. Я бы их вот прям так и объединил в один такой корпус. То есть западные, скажем так, шотландские сказки Западных берегов, они больше про месть. То есть если вот предыдущие, которые мы с вами разбирали, сказки, они там про спасение, и, соответственно, вот есть спасение, и спасают какого-то персонажа. Потом ему на выручку кто-то приходит, да, то есть это история про спасение. То есть здесь сказки, притчи точно так же, но они связаны с местью. Ну, например, есть одна сказка, где, значит, вот король и королева жили в замке, у них был ребенок, соответственно, и ребенок не мог заснуть, потому что русалка пела на камне. Вот, ну и так получается, что когда родители это прознали, они такие, ну мы хотим спокойствие нашего ребенка, это вообще самое все. И они решают уничтожить камень, на котором сидела русалка. Вот один такой миф, соответственно, и после этого русалка, да, на свое место излюбленная приходит, а ко мне ее у любимого и нет. Поэтому и она проклинает весь этот замок, весь этот род, и родители находят своего ребенка под колыбелькой мертвого. То есть там вот такие вот истории, их достаточно много. Там есть, например, про силки, да, это мы уже с вами в прошлый раз говорили. Это такие люди-оборотни, люди-тюлени, которые в тюленях шкурах, которые могут себя вот сбрасывать, соответственно, тюленью шкуру и превращаться в людей. И вот, например, одного такого тюлененка забивают, и через некоторое время им, да, вот людям, которые это сделали, им требуется няня. Ну и тут, соответственно, приходит няня по вызову, и как раз, да, через некоторое время она начинает дружить с их ребенком прямо очень-очень сильно. И в тот, то есть настолько, что отбирает фактически ребенка у родителей. И в момент, когда родители отчаиваются получить своего ребенка, они говорят, ну а за что ты с нами так? Они говорят, ну а ты нашего ребенка, тюлененка, убил, вот и мы твоего тоже забираем. Ну и, соответственно, забирают ребенка на дно. И родители видят только буль-буль. Поэтому вот эти вот сказок, замешанных на месте, там достаточно большое количество. Точно так же там есть, например, такие сказки, связанные с котами-демонами. Ну вот про таких мы еще ни разу не сталкивались. В общем, рассказ о том, что в Хэллоуин не надо вообще заниматься рыболовным делом. Ну вот один юноша, он не послушал. И, соответственно, через некоторое время появились коты-демоны. То есть коты-демоны, которые прям заселили, да, скажем так, окружили вплотную вот этого юношу. И начали петь ему кунху. Кунху – это ритуальная погребальная песнь, которая вот поется. Вот, соответственно, они начали ему петь. А у них был абсолютно отвратительный голос. То есть он такой... И отпевать-то этого юношу не надо было. И там один из лидер этих котов, он как раз через некоторое время говорит. Вот теперь давай свою плату за вот то, что мы тебе спели. Ну и, соответственно, он несколько раз покупается. Наше с вами классическое число 3. То есть вот идет откуп как раз от этих демонов. Третий раз его уже спасает, соответственно, батюшка. Потому что, да, священник, который приходит и изгоняет фактически котов-демонов. И они прям улетучиваются, оставляя в воздухе запах серы. Вот такой вот интересный момент. То есть мы опять здесь получаем классика-классика жанра. Языческие, всякого разного рода языческие мотивы с одной стороны. С другой стороны, христианские вот эти вот мотивы. То есть здесь мы вот это вот переплетение, их так или иначе видим и получаем. Что касается вот этой вот сказки, мне кажется, очень интересная тематика. Можно ее привнести. Знаете, но это в качестве такой конспирологической теории. Потому что, мне кажется, то же самое происходит, например, в фильме «Женщина-кошка» с Холли Берри. Когда, если помните, там коты начинают завывать. Вот мне кажется, это тоже такой вот момент. Потому что они по ней как бы... Да, они по ней поют определенную, скажем так, песнь. После которой она, собственно говоря, воскрешает. Да, после которой ее тело воскресло. И вот как раз, мне кажется, вот этот вот нарратив, он, еще раз повторюсь, не заимствован. Но интуитивно может быть вот как-то связан, как-то завязан на нахождении некоторых общих нарративов в культуре. Как, собственно говоря, и наша с вами следующая сказка. Сказка, связанная про смерть. Это прям такая очень крутая, поучительная сказка. Потому что, значит, живет молодой юноша со своей мамой. Вот, они живут в определенном достатке. Ну, вот они в один... Ну, в определенном, знаете, не то, что это прям достаток. А им хватает... Давайте так. Им хватает на жизнь. То есть, они живут хорошо, не то, чтобы прям супер бедно, но при этом, при всем, то, что они дружны, это компенсирует то, что они живут не очень хорошо. То есть, им есть, что погушать, и слава богу. Вот, соответственно, ну, в один день мать заболевает, и появляется некто, да, она говорит, что я жду смерть. И, соответственно, юноша, да, через некоторое время он видит, проходит некоторых худощавый такой старец с косой, и он понимает, что это смерть. Он понимает, что это смерть, и говорит, я тебе не отдам свою мать. И он начинает сражаться, вот здесь очень такой интересный момент, он начинает сражаться со смертью, побеждает смерть, при этом он делает смерть очень-очень маленькой. Он помещает, да, то есть, с каждым ударом, когда вот они там сражаются и так далее, с каждым ударом смерть начинает уменьшаться, пока смерть не уменьшается до размера того, чтобы поместиться в ореховую скорлупу. Соответственно, он помещает смерть в ореховую скорлупу, кидает ее в море, довольный, приходит обратно, там его здоровая матушка встречает и говорит, вот, слушай, давай сейчас начнем готовить. И он говорит, я чувствую себя замечательно, я чувствую себя вообще превосходно, шикарно, у меня все хорошо, все отлично и так далее. То есть, лучше никогда не было. И дальше начинаются чудеса, потому что они пытаются приготовить яйца, не получается. Пытаются убить сход, тоже не получается. Пытаются приготовить зелень, тоже не получается. Прибегают к мяснику, и там несчастный бедный мясник стоит и говорит, ну, вот, у меня тоже там, то есть, там была вот эта вот еще сцена, что пытаются, значит, отрезать голову петуху. И, соответственно, она отрезается, но потом присоединяется обратно. И через некоторое время юноша понимает, что это его вина, потому что он отменил, собственно говоря, смерть. И вот это вот такая притча, что смерть и есть жизнь. Смерть есть неотъемлемая часть жизни. Очень глубокая, потому что все наше действительно существование, оно так или иначе построено на смерти. Вот как бы мы из себя не строили каких-то хороших и так далее, но все равно, да, за нашу жизнь, например, платят другие существа своей жизни. Да, для того, чтобы мы жили, для того, чтобы существовали, причем по этой сказке и, собственно говоря, растения, да, они тоже живые. И они, соответственно, тоже умирают. И через некоторое время юноша понимает, какой он вообще был в принципе дурак, что вот теперь в городе все очень-очень плохо, потому что действительно никто не может умереть. То есть все становится, человек не может насытиться, человек не может умереть, и это превращается в настоящее испытание, в настоящую адскую муку. В принципе, для всех. И вот здесь получается, да, ну, через некоторое время он находит в итоге тот самый вот ореховую скорлупу, в которую он поместил смерть, он освобождает смерть, просит прощения, что, ну, смерть говорит, ты же так и хотел. И юноша говорит, ну, нет, ну, вот я хотел там мать спасти, ну, и как бы смерть сжаливается над ним, над его матерью, говорит, ну, я тебя понимаю, и в итоге там мать доживает до 100 лет. То есть прям такая в этом плане хэппи-энд действительно, но мораль этой сказки, она заключается в следующем, то, что действительно без смерти как таковой нет жизни. И это вещи, которые между собой напрямую и тесно связаны, как, например, у Сократа мы всегда, вот, если вспомнить, да, скажем так, диалог Платона, как раз, где Сократ уже на смертном адре размышляет обе смерти и души, там у него четкая корреляция между тем, что жизнь переходит в смерть и смерть переходит в жизнь. Вот здесь точно такая же концепция. Мне еще было очень интересно с того, что вот эта вот готовка, она начинается с яйца. И меня это навело на следующую мысль, тоже достаточно, ну, мне кажется, она банальная, но связанная с курочкой рябой. Потому что мы с вами все прекрасно, я думаю, что знаем, о чем сказка курочка ряба. Давайте на всякий случай напомню о том, что курочка ряба сносит яйцо золотое. Да, и дальше его никто не может разбить. Потом прибегает мышка, она его разбивает, и, соответственно, курочка ряба сносит простое яйцо, а не золотое. И вот тут как раз получается такой вот интересный момент. Не проникновение ли это смерти как таковой? Вообще, вот не появление ли это смерти? Потому что яйцо, которое разбивается, яйцо, которое может умереть, оно символизирует как раз вот эту вот возможность, скажем так, проникновения смерти. И я знаю о трактовках того, что, собственно говоря, мышь трактует как любое некоторое хтоническое существо. Но вот здесь тоже интересный момент, а не проникновение ли вот этой вот такой вот смерти? И для того, чтобы мир не был идеальным, в нем существует вот эта вот самая смерть. Ну, как бы яйцо вот это вот разбивается, появляется смерть как таковая, и яйцо становится обычным, но оно может существовать. Ну, есть такую корреляцию, мне кажется, здесь имеет смысл проводить. Точно так же есть прям классические сказки. Это о том, как, значит, ну, я их не буду прям подробно рассказывать, но как моряк отправляется в подводное королевство, там проводят некоторое время, и он думает, что прошел один день, а прошло на самом деле дней семь. Ой, прошу прощения, семь лет. Проходит там семь лет и так далее. Очень напоминает вот эти вот вообще все истории в проникновение в какое-то царство, где время длится немножко в ином качестве. Да, то есть время длится по-другому для персонажей. Когда он возвращается, он не узнает ни у кого. Но в отличие от этого, в шотландских сказках все-таки есть вот этот вот момент позитива. Все-таки семь лет, поэтому человека все узнают, все ему рады, что он вернулся, и как бы вот уже хорошо. Ну, и последняя наша сказка на сегодня, но не последняя по значимости, это про замок моряка. Да, то есть он тоже вот на грани вот этой вот мести, про которую я в самом-самом начале говорил, про начало вот этой вот мести, да, потому что вот эти вот сказки, они очень связаны именно с западного побережья, они связаны с таким вот мщением, с чем-то таким, но в отличие от тех сказок, которые я рассказал в начале, это сказка с позитивным моментом, том, что человек образумился. Значит, было двое возлюбленных, которые очень друг друга любили, но мужчина любил море больше, чем свою женщину. И постоянно туда уходил, но в один прекрасный день он не вернулся из-за своего путешествия, и именно поэтому он не возвращается из путешествия, она его ждет, она очень-очень печалится. И вот дальше здесь мы с вами получаем очень такое интересное развитие сюжета, потому что приходят моряки, которые говорят, вот, больше вы вашего суженного не дождетесь, то есть мы вам приносим три сундука и, соответственно, корабль. Это от вашего мужа. И ее берет такое отчаяние, почему вот эти вот моряки, они вернулись, а ее возлюбленный не вернулся, и она собирается страшно, она собирается их убить мором. Соответственно, она их усыпляет, то есть они кушают, она говорит, садитесь, садитесь, кушайте, пожалуйста, гости дорогие. Они кушают, еда со снотворным, засыпают, она оттаскивает тела, соответственно, в кладовую, и там их запирает, ключ выбрасывает в море. На что ей, соответственно, приходит как раз призрак ее возлюбленного с ключом и говорит, ты что делаешь? Они выполняют порученное им слово, они не виноваты в том, что море забрал меня, и ее сердце, оно от этого, ну, скажем так, растрогалось, и она поняла, что поступает неправильно вообще. Месть это то, что, да, тем более в таком случае, что, как бы, эти несчастные моряки, они вообще были ни в чем не виноваты. Она их отпирает, они даже, ну, скажем так, она их отпирает, они только-только встают. Накаченные снотворным, изменяются перед хозяйкой, что уснули, они говорят, ничего страшного. И оказывается, что из этих трех моряков один не хочет ходить на море, она, соответственно, его освобождает. Другим она отдает один из сундуков и, соответственно, корабль. То есть, вот в итоге так все благополучно завершается, вот в этом плане. Но эти истории, они очень часто переходят в истории о призраках. То есть, в том, что вот теперь на берегу моря слышно, бывает, как эти двое влюбленных зовут друг друга. Вот, ну, и так очень часто, на самом деле, вот все истории, которые западных берегов, они так или иначе сталкиваются вот в эту историю про призраков. То есть, и вот дальше, да, персонаж, он отчаявшийся, остается призраком, остается призраком в замке, и дальше вот он всех пугает. Здесь мы получаем классический уже переход от мифов, мифов сказок к легендам таким уже городским. То есть, откуда берутся призраки. Это какие-то трагические такие истории, которые связываются, ну, по крайней мере, здесь воедино. И именно на западном подбережье вот этот переход мы прям особенно четко можем проследить. В отличие от других каких-то регионов. И как, ну, надеюсь, мы с вами увидели, что в каждом регионе есть какие-то свои особенности, свои особенности рассказывать вот эти вот истории, определенный нарратив, определенные сюжеты, связанные с переплетением язычества и христианства. То есть, это обязательный такой акт, который здесь будет появляться. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Мы с вами завершаем шотландские сказки. И в следующий раз я обещаю, что будет еще что-то более интересное. И каждый раз я буду стараться повышать этот градус, насколько это вообще возможно. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не будьте, как в сказках, с черствым сердцем, где вы пытаетесь кому-то отомстить, потому что от этого никому лучше не будет. Ну, и до новых встреч. Увидимся на этом канале. Пока-пока. Пока.